Для еврейской традиции религиозной, что дом в диаспоре, дом не в земле Израиля, не может быть стационарным, не может быть настоящим, не может быть правильным домом, а это чужое место, настолько чужое место, что главный обитатель чужого места – это демоны. И вот мы видим этот мотив много где. Это как раз нечистая сторона, другая сторона этого мира, то есть демоны. То есть если построить дом и четко сказать и произнести, что это делается ради службы Всевышнему, там не будет находиться демоны. А так будет. То есть вообще так демоны как раз и обитают в тех местах, где люди строят дом, если это не святая земля, и тогда вот это опасно. Еще один фрагмент, тоже из главы Тацрия. Тот, кто построит дом с пожеланием другого направления, посвятит свой дом в другой стране, в хитроах, радуху осквернение будет на этом человеке, будет наказан этим домом еще до своей смерти. Тот, кто живет в этом доме, подвержен опасности, поскольку тут нечистоты находятся в нем и вредит всем, кто внутри. Ты спросишь, как узнать, с каким устремлением был построен дом, если тот, кто построил дом, либо кто-либо из его домочадцев потерпит ущерб в этом доме, телесный или финансовый, а также если два жильца после него будут жить в этом доме, сменятся или умрут, то пусть покупатель бежит лучше в горы, чем поселится в таком доме. То есть уже в Зоваре, уже в XIII веке мы видим у евреев такое четкое представление, что есть плохие места и плохие дома. И нужно как-то очень аккуратно ставить дом, очень аккуратно думать о своих намерениях, иначе нечистая сила в сетрах раз владеет этим домом. Особенно много, по вере и представлении, связанных с новым домом. То есть вот если место, где уже жили люди, оно как-то обитаемо скорее людьми, то место нового дома – это точно совершенно место, где живут в Зоваре. И вот в народной книге такой книги заговоров и заклинаний конца XVIII века, Мефалот и Локим, есть раздел, там многие всякие народные поверья, связанные по алфавиту. Их перечисляют, значит, на букву Байт, да, дом. Пишет Банэ Байт Хадаш, тот, кто строит новый дом и опасается, что случится с ним какое-нибудь несчастье, вот средство. Да, то есть вот он сразу, он строит новый дом, он очевидным образом опасается. Явно, что это очень страшно, что не может случиться несчастье. Вот ему средство сгула, значит, которое, значит, его убережет. Советовали раввины, будет благословенно их память. Все, кто занят строительством, чтобы не случилось с их телом несчастья, Боже упаси, пусть напишут это великое имя, Адирирон Адирон, на оленьем пергаменте и положат его в каждую дверь в каждой комнате, хорошо написать это в воскресенье или четвертую пятницу, просверлят дыру и положат такой пергамент сверху над входной дверью, а также над дверью от дверью. То есть это такой вот способ обезопасить себя со всех сторон, на пергаменте написать имя Бога, зашифрованное, еще таким особым образом зашифрованное, и тогда это каким-то образом поможет. То есть строительство нового дома – это такая опасная вещь, что даже в момент строительства уже может что-то случиться, не говоря уж о том, чтобы жить в новом доме, что само по себе страшно. Но тоже вот есть более поздний источник, респонс Хатам Сафера, уже XVIII век, начало XIX века, к книге Юрэда, галахическому тексту. Вот сказано, что если строят дом из камней или на земле, где раньше не было строений, дом из камней – это стационарный дом, стабильный дом, деревянный, воспринимается как менее стабильное жилище. То есть большая часть запретов и предписаний связаны с каменным домом, потому что это постоянное жилище. Деревянный дом воспринимается как некоторое временное, и тогда не так страшно, демоны, может, и не обратят внимание, потому что это не значит, что человек навсегда здесь поселится. А вот каменный дом – это уже такая вот стабильность. Это как купить квартиру. Деревянный – это как поснимать, а каменный – это как купить. Значит, если строят дом из камней или на земле, где раньше не было строений, то есть принесут в дом петуха и курицу, зарежут их, а деньги раздадут бедному. Очень похоже на обряд пород, который совершают перед мягким буром. Режут петуха или курицу, и деньги раздают бедным. Написано, что не обязаны соблюдать это только, если не построят дом из камней не для проживания, а для разрушения, поскольку запрещены постройки вне земли Израиля. А если строят для того, чтобы жить там, пусть не исполняют, а лучше пусть оставят в доме сверху. То есть какие-то сомнительные предписания, довольно странные, кажущиеся немножко языческим за самим комментатором. Так делают народу мира, зарезают петуха или курицу на месте закладки дома, чтобы каким-то образом обложить духа, который находится в этом месте, духа места. И тут какой-то очень похожий обряд. Мы видим, и сами евреи немножечко говорят, что есть варианты с этим обрядом. Если не для того, чтобы жить, а там его снести через некоторое время, то можно. У нас и способов обхода запретов, мы еще сегодня тоже об этом поговорим. И самый замечательный момент – это положить святык Торы. Самое святое, что есть, оно гораздо лучше защищает дом от всяких неприятностей, чем какие-то петухи и курицы. Но, тем не менее, есть и такой способ. Самый яркий пример такого амулета для дома, именно амулета, который мы можем найти реально в экспедициях еще до сих пор, кроме слеба от этих амулетов в домах Подолии, мы многократно видели. Это так называемый шмира, оберег, который пишется спешными такими странными аббревиатурами. И есть, собственно, указания, как их писать в одной из книг, «Заговоры и заклинаний», «Софер Рафаэль Амалах», «Книга Ангела Рафаэля». У нее уже прям даже есть автор Илуда Розенберг, который систематизировал публистическую традицию, а сам был большим практиком. То есть он любил ее и уже исследовал. В начале 20-х годов, пожалуй, очень интересно все систематизировал. Тоже у него там все в алфавитном порядке. И на букву «бет» очень красиво он пишет, что... Писали кабболисты, что в новом доме, когда не было человеческого жилья, находится много демонов, музыки. Потому что есть там право им обитать, там их дорожки. Поэтому, когда хочет человек поселиться в новом доме, чтобы защититься от них, хочет у Софера специальные амулеты, которые крепят над входом в дом и над окном. Над входом в дом пишут аббревиатуру из книги «Исход». «Скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилев в Египте, когда поражал египтян, и дома ваши избавят». Смотрите, да, это библейская цитата. Только она зашифрована, это аббревиатура по первому ее букву. Но это она, это «Исход» 12.27. «И преклонился народ и поклонился». Ключевая фраза «Дома ваши избавил». Господь прошел мимо, дома избавил, «Дома защитил, Господь защищает дома». То есть эта фраза – это такой вот замечательный оперик, пример цитаты из библейского текста. То есть еврейский амулет – это текстовые амулеты, чаще всего именно тексты защищают дом. Надо написать «адерерон», нужно понесить такую шмиру, петух и курица хорошо, но лучше все-таки свиток Торы. То есть тексты важнее, чем другой обряд, но тексты тоже разнообразные. И вторая цитата, после этого следует другая цитата. «О людей, бывших приходит в дом, поразил слепотой от малого до большого, чтобы они измучились из какого хода». Это заговор от врагов. То есть это история о Содоме, Гаморе и Лоте, который там праведник в Содоме. И вот как бы тех, кто осквернит святыню дома, достигнет беда. То есть вот это такой вот не просто оберег, но еще и такое нападение на того, кто может зайти в дом без спроса. И на окнах было принято писать еще один библейский текст. «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». Ну, это распространено в Салон 91, который используется в разных тоже магических практиках, и в целебных, и в разной народной медицине и так далее. Ну, понятно, что сам по себе в нем очень много таких защитных текстов. «Воему жилищу не приблизится зло». То есть он очень важный для защиты дома. Вот эти все тексты мы видим в инструкции к Сеферу Рафаэля Малах. Вот внизу тут... Сейчас, я не училась, указкой. Вот здесь вот приведены собственные инструкции и картинки. А вот с этой стороны мы видим настоящий амулет, который, собственно, так и писали с этими же текстами. У нас есть в инструкции. Вот. Еще одна замечательная книга, в которой повторяется этот мотив, уже ближе к нашим информантам, ближе к территории, о которой мы говорим, это Обрасласова, о которой мы говорили в прошлый раз, Рафа Ахмана. От него осталось несколько текстов, его авторства, которые он диктовал своему ученику. Вообще он очень много сжигал своих текстов, но некоторые сохранились. Там книги слов, книги сказок знаменитые, книги учений. И вот одна из них, Сафер Медот, нравственных качеств, где он перечислял всякие моральные законы. Одно из них, самое важное, стоит опасаться входить в дома, где не живут люди, потому что это место демона. Еще одно такое тематическое тоже сюжет. место, где перестали жить люди, тут же снова становится местом демона. То есть демоны владеют всей недвижимостью, пока в ней не живут люди, а иногда и параллельно. Тот, кто хочет поселиться в доме и жить в нем, пусть скажет всю Тору целиком, и после этого входит в жизнь. То есть здесь вообще замечательно, нужно устно все повесить, всю Тору целиком, и тогда можно входить. Когда разрушатся пороги и входы в дом, это плохой знак для дома. Ну и дальше замечательные народные средства приводит Рабин Ахмин Брославский, что женщине может быть трудно рожать детей, потому что деревья для дома не были сложены как положено, согласно шести дням творения, и с тех пор его называют разрушены. Или нужно опасаться использовать при строительстве деревьев и хорошее средство для жизни в новом доме, внести туда меч или нож и остальное оружие. Это тоже хороший тоже. Оберег такой, железо всегда помогает в качестве оберегательной чистой силы. В еврейской традиции железо дополнительно имеет магический смысл, потому что слово железо Барзель, аббревиатура Барзель, воспринимается, тут тоже мы встречаем в письменных источниках книжных, как аббревиатура всех проматерей еврейского народа, которые были женами-наложницами прадца Якова. Они проматери всех 12 колен, это естественным образом Ривка и Лея, но также еще Билла и Зильпа, наложницы, от которых родились тоже дети. Вот они все вместе, Барзель, Билла, Рахель, Зайн, Зильпа и Ламет Лея, вот они все четверо охраняют еврейский народ. Ну и самый, пожалуй, такой ключевой и важный текст для строительства и вообще представления о еврейском доме и домовых духах. Это книга 12 века Ашкинаска, очень важная для Ашкинасской традиции и для хасидской традиции в целом. Завещание Юдэ Асида, замечательного человека, основателя движения Хасидэ Ашкинас, в 12 веке в Германии, в Рейбетсбурге, в Майнце, в Франкфурте-на-Майнце, в разных других городах. Значит, он приводит тоже некоторое такое правило поведения с домом. Это его завещание, которое считается, что он составил перед своей смертью. Значит, там есть много интересных деталей. Не следует строить дом из камней, но купить разрешается, а если построил, то не будет в нем жить, ибо или он, или сыновья покинут этот мир, но пусть продаст. Насчет деревянного дома сомнений. Он четко сформулирует, что каменный дом всегда опасность, потому что это постоянный дом. Не следует строить дом на земле, на которой он до сих пор ничего не строил. Если хочет, оставит его пустым, пусть проживает в нем год. То есть его надо каким-то образом оставить на некоторое такое очищение. То есть можно построить новый дом, но жить в нем нельзя, если он каменный и на чужой земле. В нем нужно год не жить. Тогда, может быть, демоны соскучатся и уйдут. Интересно. Возможно, вредит и так далее. То есть вот прям четкая такая выраженная опасность. Не следует делать баню в своем доме, а если сделает дом, разрушится. Но только если сделает баню для того, чтобы ее посещали многие, можно. Это вопрос о микве. То есть место бани, место с одной стороны чистое, с другой нечистое. В бане очищаются, но в другой стороны в бане остается вся грязь и нечистота. Поэтому с этим некоторые проблемы. Не следует делать в какой-то лучшей синагоге. Ну, понятно. И вот очень важный для дальнейшей фольклорной традиции мотив. Не следует замуровывать окно или дверь, чтобы ему не нанесли вред шедим демоны, поскольку они входят через них, однако пусть сделает отверстие. Демоны ходят одной дорогой, и окна и двери дома – это очень важная часть, это их дорога. То есть вот они там живут, обитают, и у них есть свои пути, пути, окна и двери. Не случайно именно на окна и двери предлагается навешивать шмиры. На пороге, двери, окна, вот все, что выходит наружу. И еще такой же опасный момент. Ну да, два прекрасных, пусть не делает себя дом, меньше здания Бейт Мидраша, потому что он, значит, обладает святостью. Не следует возвращаться домой, если что-либо, но пусть встанет перед домом и попросит что-нибудь вынести, что забыл. Это замечательно совершенно. Поверь, я до сих пор очень популярна, не только в еврейской среде, да, вот это возвращаться, плохая примета. Вот она здесь тоже проводится. Но вот дальше более интересный, важный момент, в 49-м фрагменте. Пусть не следует человеку разбирать печь и плиту, на которой пекут хлеб, чтобы использовать это место, но пусть оставит его, исправит снова, потому что большая опасность грозит всем, кто так делает. окна-двери и вторая печь. Печь тоже выход из дома, да, некоторое такое пространство, труба, да, вещь, в которой пекут хлеб, он подчеркивается здесь, что это именно вот то, что называется на иврите танур, печь, печь, в которой пекут хлеб, не просто печь для обогрева, да, и вот это вот такой очень интересный мотив, печь, окна и двери, как мы будем сейчас возвращаться. Вот, и в самой Сефер Хасидим, вот то, что мы читали, это завещание, такое приложение к Сефер Хасидиму. В самом Сефер Хасидим, в первом фрагменте, есть еще замечательный эпизод, есть обычаи Амараев, обычаи Амараев, это обычаи язычников, обычаи неевреев, которые, несмотря на это, разрешены. Это очень прекрасная вещь, то есть, если нельзя, но очень-очень хочется, то можно. Так, например, человек, который ломает старые дома и строит на этом же месте новые или переделывает комнаты в доме, пусть опасается, чтобы не изменились в новом доме входы и окна. Но пусть сделает в новом точно так же, как в старом, и не меняет, а если изменит, будет опасность для жизни из-за множества демонов и ангелов. И об этом в книге Славы. Вот, то есть, дальше, в утраченной книге Славы, так что-то должно было про это быть. Вот, но, тем не менее, очевидно, что вот двери, окна и печь, это такие места, которые нужно опасаться изменять из-за того, что множество демонов и ангелов ходят этими же путями. И они не могут, им как для кошки нужно оставлять дверку, да, потому что они привыкли ходить. И если им перекрыть дорогу, они начнут хулиганить, вредить и так далее. То есть, вот, они станут опасны для жителей дома. И таким образом, уже при строительстве дома или при перестройке дома можно допустить ошибку, которая привлечет к печальным последствиям. Ну, вот мы с вами говорили об этом, Равине, в тот раз, когда говорили о монетах, да, значит, Раби Мордыха из Несвежа рассказывал, что он давал монетки шмиры для охраны, они были разные, и использовали их в частности для того, чтобы клали фундамент при закладке дома в разные углы. А вот шмиры, которые дает Рэба, они еще и очень хороши, как оберег для дома, потому что шмира это довольно оберег, да, и она оберегает не только человека, его здоровье, и так далее, но и, например, дом. Да, если положить в четыре угла при во время строительства дома, такие замечательные монеты. И этот же Равин рассказывал, страницы выше, слышал я, что был у него в обычай следить, когда закрывали печь в семье дома и уничтожали фундамент, который стояла печь, и он приказывал поставить вот эту семью в скамейку или поставить там тяжелую вещь, которую не обозвеляют. И он следил, чтобы не закрывали домовое отверстие в потолке крыши, но сделать на этом месте подобие отверстия. Он следил, чтобы не закрывали покрытие или колодец, который был во дворе дома или в одной из комнат. А когда сносили дом и строили заново, он следил, чтобы вход был не с той стороны, где падал раньше даже, а вода с кружи. И также следил, чтобы не закрывали место входа или окон, то вставляли площадку открытия. И чтобы не открывали окна в переулок, в чужое, нечистое место, чтобы не срубали деревья и тому подобное. И к нему обращались люди, которые хотели построить дворец, и даже издалека, из мест, в которых он не был. И он говорил, это место мне не нравится. На языке Ашкина за «Эсгефелдмерништ». То есть весь текст был в рите, а тут вот друг на единочный переход. Мне нравится ему. Эсгефелдмерништ. А некоторым приказывал взять амулет для дома, и они брали его, написанный софером, и он держал его в руки и передавал. То есть он был таким магическим специалистом, чудотворецом, что он чувствовал хорошее место литвовое заранее. Если он говорил, не нравится, то не стоит ставить на него. Ничего хорошего не будет, не произойдет ничего хорошего в этом месте. То есть вот раввины понимали проблему, давали заранее амулеты, давали монеты, давали тексты, и понимали, как именно стоит оберечь дом, главным образом не перестраивать, не менять окна, двери и дымовое отверстие. Ну, примерно то же самое мы встречали в парадных других книгах. В сэфер, а там и венхагим. Если есть большая необходимость, нужно сперва разрушить крышу, и пусть вот стоит так дом, говорил рабе Аврам Яков из Садгары, садегорский рэба, а потом разрушить стены, и тогда поставить на этом месте новый дом. Во всех местах, где был в доме огонь, следил он, чтобы не взяли оттуда. Это касается не только печи и плиты, но и зимней печи тоже. Если очень надо, велел строить на этих местах навершие высоты звали при Паптя, чтобы ни в коем случае не сплотить. Ну, еще у него был вопрос по поводу, можно ли срубать фруктовые деревья, чтобы построить там дом. Есть разные мнения. Считалось, что действительно из плодоносящих деревьев ни в коем случае нельзя строить дом, потому что это некоторое убийство живого дерева, и ничего хорошего не будет. Вообще, по поводу освободительной деревьев. То есть вот такой набор представлений. Мы видим его в основном в украинских источниках, то есть, по крайней мере, большая часть наших текстов это хорсидская традиция Украины в разных вариантах, Польша, Украина. Но вот есть свидетельства и белорусские, например, в романе Шнелла Залман и Шпокса есть чудесный эпизод, когда три дочери не могут уехать из дома, живут вместе, потому что они боятся из дома разрушить печь. Только к печи, которая занимает треть старого дома, никогда не предкрагивались, чтобы не было беды. Все замужние три женщины владеют ней совместно. То есть что-то обязательно произойдет, если разрушить печку. И это такое важное представление, которое резко сохранится. Ну, теперь вот, собственно, к полевым материалам нашим я хочу немножко перейти. Давно обращал внимание на этот феномен Алс Соколов, в процессе Петербурга. Она опубликовала в живой старине, в таком журнале в 2000 году, статью, это специфика еврейского дома в Паттоле. И она как раз вот приводила в пример такие дома, вот, где на месте заложенного хокона оставалась вот такая дырочка. И это и есть отверстие в стене оставлено на месте, где был заложен окон. То есть просто оставались реально дырки в домах. Это было не просто поверье, а это была практика реальная. И так и дело. То есть сейчас мы можем только рассказы об этом записать, а вот еще некоторое время назад можно было такие дома увидеть, увидеть эти дырочки для демонов, которые продолжали функционировать. Вот. Ну вот мне показывали печку, эту печку, которую мне показали город Бричаны. У женщины уже давно газовое отопление, готовит она давно на плите. Но печку она не выбрасывает, потому что у нее есть дети в руки, и она боится, что кто-то умрет, если она разрушит эту печь. Она на ней хранит газеты, всякие другие вещи. Вот. Закрыл ее занавесочкой так аккуратно, но при этом живет в этом доме и не разрушает ее. Есть замечательный превентивный способ, значит, заранее, значит, подходит об этом при строительстве. Вот так. Если нельзя, но очень хочется, то там построить и внести свиток Торы, или там подложить какой-нибудь амулет или что-то еще. Похожая история удалось записать в Могиле Подольском. Печку выкинуть нельзя. Перестраивать можно, но на то место надо продать ее. Вот, скажем, не еврей. Гой, купил у меня печку, и он мне даст рубль или копейки. И все, и ты можешь эту печку взять и выкинуть. Вот мы тогда купили комнату одну, кухню эту, и мы думали, что придется выкинуть. Так мама, когда купила эту комнату, она говорила, чтобы вы знали, что я покупаю эту комнату без печки и без плиты. Все. Она покупала чистое место. А почему нельзя? Потому что говорят, что домовые там живут, а потом они пакостят. Печку в трубы. Нечистая сила. Как по-еврейски домовая, нежгитер. Нехороший. Не думаю. То есть вот прямо четко и внятно это поверье сохранилось, что печку разрушать нельзя, что нужно проговорить, что ее надо купить или купить без нее, что это не твоя печка, да, то есть не относится к новому дому. Или есть еще рассказ, что нужно низузу подложить под печку при строительстве, и тогда как бы демоны автоматически там жить не будут, потому что там уже стоят на нуле. И вот в этой печке конкретно демонов нет. Ну, от печки могут происходить всякие болезни, да, снесли печку, и мама заболела, печку нельзя было разбирать, печка это охрана, это как домовой, прямо вот буквально печка называется домовой. Печь нельзя ломать, под ней живет домовой, если сломать не будет в Словении, если выбросить печку, то говорили, что нельзя, потому что заводится домовой рих, дух, но именно там надо на это место что-то поставить, такое, чтобы не ступать на бой. То есть вот вот такую скамеечку, кирпичи, что-то такое. А можно в доме печку перестраивать? Можно, но на то место нельзя ходить. А если окно тоже переложить надо, окно, у нас в доме переложили оттуда на другом месте, так мы брали кефирные бутылки, и все, переложили кефирные бутылки, осталось окошко. Когда мы белили, все замазывать стали, чтобы черты, дырчерт золородский, чтобы черт мог выйти, оставили дырочки в виде этого самого кефирной бутылки. Так говорили раввины, что нужно именно так и сделать. То есть это просто живая, сохранившаяся практика, самая яркая, пожалуй, из всей еврейской книжной традиции. Никто уже не знает источников, но все точно знают, что так делать нельзя. Это прямо региональная такая очень популярная вещь, Бессарабско-Подольская. В принципе, касается не только печки, но и окон. Можно ли перестраивать еврейский дом? Внутри и сзади можно, а фасад нельзя. У евреев считалось, что втянули, забрали голову. Это в Турии указано, травина придумали, что это плохое предназначение для хозяина дома, что он будет балетелем, если он пристройку сделает спереди. Или другой информант. Окна тоже так. Я помню, мой отец сказал, что вот окно есть, его берут, закрывают, а нельзя. А почему он не объяснял? Ну нельзя, а еврейским законам нельзя, почему я не знаю. Но я помню, что он сказал, бывает, вот окно давай я закрою. А нельзя. То есть вот прямо жесткий запрет, иногда без объяснения с мотивацией, но мотивация всегда в том, что будет плохо жителям этого дома и в том, что домовой может вредить. Причем домовой будет в аспектах, и заведется и будут благословения, или он наоборот будет вредить, и из-за этого нельзя. То есть вот он и вредит и помощникам. Ну и тоже яркий такой пример, когда мезуза, элемент традиционно еврейского дома обязательный, вдруг становится тоже оберегом. Она как бы часто принимает такие черты еще там в еврейской народной религии. Есть целое описание, как мезуза превращается в оберег в народной традиции со средних веков, начиная, как пишут специальным шрифтам мезуза, ангельским защищающим жителей дома, как пишут сзади на небе, дополнительное заклинание, как в целом к ней относится дополнительно еще и как защита от нечистой силы, хотя изначально это не так написано просто по Лиду Шмайс Раэль. Ну и вот в интервью, да, бывает нечистая сила в доме, ну как же, вы что, не знаете, бывает, что домевики не дают тебе спать, если мезиза нема, ну и держать. Пятикниже дома. В общем, точно так, чтобы черты в доме не поделось, ставлю к мезизу. Мезиза выступает мезуза, да, точно как у лет, или мезузу. То есть вот такой вот классический оберег. Ну вот, теперь мы переходим к теме «Домовые вредители». И это, конечно, такая яркая, популярная тема. Значит, замечательная такая книга «Идиши Нишоми» «Следвина. Еврейские души», изданные в Нью-Йорке в шести томах. И там он делится своими воспоминаниями, в том числе этнографическими такими подробностями про детство, которое он провел в Могилеве. И вот в Могилеве есть дом, который называют царством домовика. Прямо вот найдешь это засминание, домовик написан кирилль, ну как по русскому еврейскими буквами, но читается как домовик. Все про него рассказывают и верят. Лет 70 назад домовик жил в одной квартире за шкафом. Куда никто не ходил, потому что домовик не любит, чтобы его беспокоили. Но кто-то начал двигать шкаф. Домовик стал кидаться камнями, все люди разбежались. Вызвали полицию, никого не нашли. Такие истории отпускают сух. Бывает, когда кто-то хочет людей от дома отвалить. Полицмейстер решил покончить с этой легендой и отремонтировать дом. Евреи говорят, что это, конечно, сильный гой, не еврей, да? И он может справиться с евреями, но домовик очень сильный и с ним даже полицмейстер не связывался. Ну так называемые пустые проклятые дома, такой интересный тоже мотив, в котором что-то случилось не так и теперь туда лучше не ходить. Потому что там обитает во всю нечистая сила. И главное, не нужно нарушать границы постранства дома. То есть, что бы то ни было там менять, ремонтировать, передвигать, двигать, вот тут же начинается хулиганство, домовик кидается камнями, люди разбегаются. Там они старались, они уже дома посыпали песком, следили за течими следами, которые там оставляют демон, пытались его так поймать, так не получилось. Даже у полицмейстера, у сильного нееврейского человека не получилось этот дом исправить, и так он остался заброшенный, пустой, царством Данилея. Ну, есть еще один очень яркий, красивый сюжет, мне в последнее время очень нравится. Мы его на семинаре и шкало-то вот как раз недавно читали в связи с Пашевицем Зингером. Явно герои Зингер пересказывают этот текст, эту историю. Она известна и более разных сюжетах. Это история о том, как демоны претендуют на часть дома, на наследство, которое досталось. Есть такое произведение из традиции мусар, морали, Кафе Ишар называется. Автор у него есть рабец-вегирш Кайдановер. Жил он в конце XVII, начале XVIII века. Вот XVIII век такой расцвет всех этих демнологических представлений, сборников заклинаний, зблот. Жил в Восточной Европе, умер во Франкфурте. И написал он такое замечательное произведение и на иврите, и на идиш, как бы для всех аудитории еврейской республики, для мужчин, для женщин, где пересказывал разные интересные средневековые сюжеты, в том числе вот этот сюжет из еще более раннего произведения средневекового о том, как демоны претендуют на дом человека. Мы слышали такую историю в наши дни. Значит, это случилось в 1681 году. На большой улице в городе Познань стоял одинокий каменный дом. Вот тут важно, что он каменный. И в нем был погреб, который всегда был заперт, и никто не мог войти в нем. Ну, то есть, можно понять, что если погреб попереть, то случится нехорошее дело, потому что каменный дом, запертый погреб, нарушена граница пространства, иначе сейчас будет что-то нехорошее. Я однажды вошел туда юноша, и через четверть часа нашли его домочаться лежащую мертвую на пороге. И не было понятно, от чего он умил. А через два года после этого начали злые духи вредить ее в грязь и пепел, так что ее нельзя было есть. Вот они начинают хулигать, они начинают вредить. А пока это мелкая хулигация, да, там, ну, как-то еда превращается в несъедобное, камнями там кидается кто-то, ну, в общем, как-то плохо. Вот. Нечистая сила проникла и в дом, где жили люди, разбили посуду и светильники, уже все, да, сбросили на землю, но не тронули самих людей и покинули жителей дома и позвали, тут очень интересно, кого они позвали, они сначала позвали священника иезуита, Ез, Витер, Расвитер или еезуит. Вот, а потом он не справился, естественно, потому что с этим еврейским демоном должны разбираться еврейские раввины и цадики и позвали они Арафа Юэль Баалшем, Мукиелад Кодыш Замость. Позвали они Баалшема, Раби Юэля Баалшема из Замости. Баалшем практически профессия, да, то есть такая замечательная профессия человека-специалиста по магическим вопросам, произносит имя Бога и решает всякие сложные проблемы. И вот когда нужно было решить вопрос с этими демонами, позвали специалистов, позвали Баалшема из Замости. Ну и дальше длинная история, как Рафа Юэль заклинает дом святыми именами, выяснить, почему так, почему нет у демонов вообще-то права жить в домах, а то в пустыне, и вдруг, значит, демоны требуют свое. И демоны пришли на суд, заявили, что они хотят устроить Дведдин, и святая община поздно не собралась и устроила Дведдин, и услышали они голос, но фигур не видели, и начал голос демонов говорить, что дом принадлежит им, принадлежал им раньше, и что в нем жил один ювелир, жил он с демоницей, и родил с ней чужих детей и сыновей, а также он рожал с жилыми детей. У ювелира была страстная любовь с демоницей, настолько, что иногда он прерывал даже свои молитвы в синавыге, чтобы выполнить желание этой демоницей. А однажды проводил он цедр в весах, как делают это евреи во всех концах земли, и посередине трапезы встал он из-за стола и вышел в туалет, а жена его, еврейка, пошла за ним полудеть, что он там делает, и увидела через дырочку в туалете, что там находится красивая комната со столом, полном серебряной золотой посуды, и кровать, накрытая красивым бельем, а на самой кровати очень красивая была женщина. Ювелир прилепился к ней на кровати, и в великой страхе жена еврейка пошла в дом, а через четверть часа вернулся к ней юбилей, и Рожана не сказала ничего. Ну, тут прямо роман, туалет, такое место нечистое, тоже место обитания демонов, традиционно еврейка часто описывается в полном участнике много таких эпизодов. И здесь прям такой другой мир, который открывается в рамках одного дома. Вот они и находятся в нечистых местах, в бане, в туалете находятся как раз демоны, там демонический мир, там оставляют человека ангелы, там нет святых текстов, поэтому они же туда точно не радят попасть. И у них там все замечательно, красиво и прекрасно, и он ее очень полюбил, эту демоницу. Жена еврейка пришла к Равину, рассказывала ему все, что видела, Равин послал за ним, он признался, что у него есть чужая жена, нечеловеческого племени, и тогда написала ему Равину Муле со святыми именами, чтобы он ее оставил. Но перед этим пришла к нему демоница и плакала, и уволяла его, и говорила, как оставишь меня и своих сыновей, показывала ему улыбающееся лицо и обнимала его, пока не уговорила его отдать ей его встаням, ее встаням, долю ее наследствия. Он отдал ей покрыт, который был у него в доме. Через некоторое время разразились войны в Польше и погиб в ювелирной войне, а она унаследовала свою долю, поэтому они имеют право на это наследство. Ну, часто в еврейском факторе возникает сюжет, что демоны приходят на суд, в Равину, и отстаивают свою правоту, там в Тибуке судятся, в Ривуле судятся и всячески доказывают, что они вообще-то правы и что их нечестно обидели, и что люди должны им право вернуть что-то и так далее. Здесь такой же сюжет. Ну, и люди, которые живут в доме, ответили, что они купили дом за полную сумму и совершенно не представляли. И вообще демоны не могут называться сынами человеческими и более того, мать ваша демоница заставила ее в силу жить с ним. И тогда Равина сдал указ, что вы не жили больше демонов в этой доме и нет у них большей части. Ибо главное их место зрительства пустыни, а не человеческая пустыня. Ну, и демоны, в общем, согласились и ушли. То есть вот такой вот интересный принцип. На что дом может оказаться подвержен чужим силам, а вот иногда это вина предыдущих владельцев. То есть вот прям такая интересная традиция. Ну, и вот еще один вариант отношения, более, скажем так, популярный и более часто встречающийся сейчас в устной еврейской традиции и популярный и в фольклоре. Это когда домовой выступает не только как демон-вредитель, не только как опасное существо, но и как благословение, как помощник, как покровитель. Это такой второй вот аспект. И функции его есть и в славянской традиции такое отношение к духу дома, и вот у евреев тоже оно есть. И выражается оно даже определенным термином, очень интересным, фирмом Шрейтелл. В фольклорных текстах, записанных в 30-е годы сотрудниками Ива и собранных в сборнике большом идиши-фольклор его Далейб Казана его опубликовал. Значит, там есть целый раздел выличек, рассказов о встрече с нечистой силой, в данном случае с этим самым Шрейтелл. Слово немецкого происхождения в Идиши. Шрейтелл – это лесной дух или гномик. Часто очень гномик переводят. Впервые встречается в конце 13-го века в немецкой поэзии. Есть целый такой шванг Шрейтелл – «Верить». В том варианте, в котором он известен в Идишской литературе, он чаще встречается не в той ранней немецкой литературе, а в такой фольклорной уже, когда Яков Гурим собирается в немецком поэзии, приводит описание Шрейтла. И там это похоже уже на то, что мы встречаем в Идишской традиции. Это маленький дух дома или леса, который ухаживает за скотой. Размером с ребенком есть в каждом доме. И если его заставить, он будет приносить благо. То есть он такой помощник, ленивый, но может помогать. И можно так с ним договориться, что он будет приносить благо. Ну вот, такой типовой сюжет про Шрейт. Еще тут несколько сюжетов вокруг этого. Фольклорных – это так называемый неразменный рук. То есть это некоторые непрекращающиеся блага, там горшочек, который варят бесконечно. Рубль, который не кончается, что-то такое очень хорошее происходит. Герой задело или просто так или случилось, счастье, ему повезло, обладает этим предметом. Пока не произойдет какая-нибудь неприятность, там соседка не зайдет, скажет, когда же это кончится, тут все и княется. Ну или что-нибудь такое еще. То есть вдруг это все исчезает. Но в какой-то момент человек оказывается обладателем удивительных благ, и даритель этих благ, вот такой дух дома, Шрейт, гномик, какой-то такой маленький обитатель, который помогает жителям дома. Это все происходит в Сухе. Однажды бедный пекарь отправился к Рэбе, чтобы тот помог ему добыть заработок. Рэбе велел ему оставить муку и все, что нужно для выпечки на ночь, а утром хлеб будет готовить. Просто Рэбе говорит, что иди, все будет хорошо, и, собственно, этот, выполняет волю Рэбе. Так и случилось, и продолжалось каждую ночь, до тех пор, пока пекарь не решил посмотреть. Тоже делает за него всю работу. И он увидел маленького в голову человечка, и в благодарность больше человечек к нему не приходили. Еще один мотив такой европейского фольклора, дух дома работает за одежду. Он свободен. Гарри Поттер, Добби, носок, вот ровно эта вся тема. То есть он получает одежду, и он свободен. Вот этот мотив, он мотив и немецкого фольклора, и английского фольклора. И вот он доходит и до идижской традиции. То же самое, то есть как только он получает одежду, больше ему ничего, собственно, не надо, спасибо, и он свободен. Вот другой сюжет. У вдовой пекаря в доме была катка с тестом, которая никогда не опустошалась. И даже если за день она вычерпывала тесто до дна, на утро катка снова была полна. Такой вот фаршочек, да? Однажды ночью вдова подсмотрела за каткой и увидела Шеврейтова. Она сделала себе на его приношениях хорошее состояние и жила как княжна. Но когда жадные подмастерья стали требовать от нее поделиться с ними богатством от Шеврейтова, катка перестала наполняться. Нельзя было говорить об этом вслуху. Надо было держать в тайне и не подглядывать, как наполняется катка. Вот немножко другой регион, бережаны. Но тот же сюжет. Там есть Шрейтел, который дает благо и исчезает, когда о нем расскажут. Или когда вот это перестанет быть тайным. То есть это внутренний договор домового с хозяином дома. И как только это перестает быть их личным делом, как только это раскрывается, тут он исчезает. И плюс еще некоторая мораль в этой истории, что делиться очень хорошо бы, что Шрейтел дает ей как подарок, и это нужно распространять на всех двойных моментах. Момент. Еще несколько эпизодов. Значит, тоже пекарь, очень популярный герой вот в народной традиции. Один пекарь желает благодарить Шрейтела за два мешка муки, которые тот каждую ночь приносил к нему домой. Шил ему красное пальтишко. Шрейтел перестал ходить к мельнику, но позже объяснил ему, что если бы пальто было белого цвета, как мука, он бы продолжал ее приносить. И когда пекарь исправился, он снова появился на следующую ночь. Тут Шрейтел пожалел своего хозяина, Шли Мазла. То есть он подарил ему красное пальто, подарил одежду, и все закончилось. Но Шрейтел объяснил, что белым цветом одежда, как мука, была бы вполне приемлема, и сам захотел остаться. Персонаж этот Шрейтел упоминается у Шолма Лейхема, один из демнологических персонажей. Персонаж встречается в романе Агдона. Зачем там эпизод есть «Сретель и невеста», называется «Роман тетя героини обогащалась за Шрейтел, который жил у нее в подпаде, хотя перед всем изображала бедность. Известно, что она очень богатая, но у нее есть Шрейтел, и поэтому из-за того, что она ни с кем не будет, ее нечистые силы обманул, и она стала глуха на углу уха». Один персонаж из персонажа романа говорит «Я знаю трюки Шрейтел, он может за ночь принести больше, чем 10 евреев, и мне не рядом будет поменянут и два нееврея за год». То есть тут, конечно, уже художественное осмысление в Агнон идет, но явно эта легенда настолько популярна, настолько известна, что он ее снял и использует. Ну и очень интересный эпизод у Венгеровой в воспоминаниях у Полины Венгеровой в замечательном вообще источнике в нашем фольклор и гонографии XIX века. Она так подробно все описала, воспоминания бабушки, описала свою жизнь в местечках Восточной Европы, в городах, фольклорную традицию своего дома, богатого дома еврейского и своего девичьего дома, и своего мужа, своего мужа, что очень-очень интересный есть эпизод. Похожий рассказ, чтобы избежать сглаза, чтобы сало не убежало из горшка, гусиное сало его следовало растапливать в полной тишине до рассвета или поздно вечера. Но если растапливанием спокойно занимался только один человек, тогда, по поверью, к нему приходил на помощь добрый карлик домовой и заставлял сало кипеть и пузыриться, не переливаясь через край. Сало подхватывали ложкой и помещали в другой сосуд, потом в следующий его становилось все больше, пока оно не заполнило всю посуду, даже большой бочонок для воды. И только тогда карлик исчез. Вот интересно, что Вернгерва не упоминает Тиран Шрейкова, хотя он явно этот карлик домовой очень похож на героев, которых мы только что читали. И вот это вот благо, которое распространяется в том доме, он исчезает, потому что просто больше некуда класть это сало. Такой вот интересный повторяющийся мотив. Ну и почему вот так мне интересен этот сюжет, потому что мы записали несколько раз в экспедиции очень любопытное отражение сюжета. Единственное, что не сохранился в такой устной культуре, не сохранился термин. Вот термин Шрейтела никто не знает. Вот как и Дибук. Дибук это не металлогический персонаж, который вселяется в живого человека и говорит о голосе умершего. А просто Дибук на Идиши это упрямая в современном варианте. То есть они все, кого мы не спрашивали, говорят, что это упрямый человек. Упрямый Дибук. То есть фразеологизмом стало название идеологического персонажа и перестало иметь то значение. Вот то же самое с Домовым и Шрейтела. Шрейтела как термин исчезает, уже даже первой. Там Карлик Цвейкман, но никак не Шрейтел упомянут. Вот здесь тоже этот же персонаж с теми же функциями он называется Домовой. Любопытным образом мы пришли к этому сюжету, спросили наш любимый информант первую нашу информанту по еврейскому фольклору лично мою Меденник Златушевну, которую я увидела в 2004 годах в Хатемне Черновицкой области первый раз в жизни. Потом мы к ней еще несколько раз приезжали. Это была просто поразительная бабушка, которая рассказывала сказки о еврейской арене Редонии, которая собственно изменила мое представление о существовании еврейского фольклора в наши дни и проводила еврейские экспедиции в больших количествах. Вот она рассказала такую замечательную историю. Мы спросили, можно ли отделять кусочек халы и бросать в печку. Она говорит, ну вообще это законное субботнее тесто, так отделяют кусочек. Почему хала называется халой? Потому что это отделенное, этот кусочек теста отделяли и отдавали в храм или в огонь, когда храма нет. Мы спросили, было ли такое. имея ввиду, насколько она помнит еврейские традиции. Она говорит, ну бывает, это не закон, просто люди кусочек бросают. Домовой есть у нас в каждой квартире у евреев. Вообще не у евреев, вообще называют хозяин дома. Но мы его не не видим. А это бывало, что старые люди говорят, а это для домовой, ну это домовой. Кусочек хала ему бросают, чтобы оно спеклось. То есть указывается, что традиция религиозная еврейская, делять кусочек теста в печку воспринимается ей как народная традиция неофициальная. Как такая домашняя традиция подкармливать домового. Вот ему в печку, где он живет, в печке, подкидывают кусочек теста от хала. И мы ее спрашиваем, они рассказывали какие-нибудь истории о домовове. Она говорит, рассказывали, мне бабушка рассказывала. Ей 105 лет было, она в 40-м году умерла. То есть если женщина по 31-м году рождения, то вот она 9 лет своей жизни прожила с бабушкой и слушала ее сказки. А бабушке было 105 лет. То есть это прямо вот 19 лет. Вот она и рассказывала, мы любили возле нее сидеть, она рассказала в таких стихах. Так это запомнилось мне, что это у нее сестра жила не в городе, а в деревне. И она стала в пятницу топить сало. Они зарубали эти гуси и все сало собирала и начала топить. Она начала топить и ведро в кастрюле наливала полно, а там еще топится, топится и топится. А соседка не зашла и говорит, что ты еще не кончила это сало топить? Тогда уже кончилось. А то она и в бочку, и в миске, и все-все-все. Это бабушка нам рассказывала. Какой это добавляет. То есть вот прямо вот сюжет такой замечательный о нескончаемом влаге рассказывается прямо вот от имени сестры, бабушки, у которой была сестра. То есть это случай реальный, с близким родственником произошедший. И вот это все происходит так же, как у Давлатова с русской литературой. Пушкин гений, Достоевский гений. Когда же все и кончится, вот тут все и кончилось. А вот как бы только соседка произнесла вот эти ключевые слова, да, и сало остановилось, и тут домовой, да, перестал помогать. Хотя вот до этого, когда все тихо, спокойно, да, то все хорошо. Ну и еще тоже один сюжет мы записали в экспедиции в Балтии. В 2006 году в Магидоне в Балтии. Похожий сюжет мы потом записали в Магидоне Подольфовне. Значит, в Балтии женщина жила в Красном Йору. Она пекла хлеб и продавала тоже вот пекарь, да, вот пекарь, мы салом. Мама рассказывала, ночью она как-то проснулась, домовой стоит, маленький, с шапочкой, маленький, как бы ноги. Она схватила у него шапочку, он исчез, а у них был мешка муки было. И она переживала, таких было много здесь, и каждый торговал хлебом. Где она на муку денег взять? Она просыпается утром, помнишь, мешок муки, она пошла к Рэббу, он придет от домовой, он тебя будет снабжать все время, пока ты ему не отдашь шапочку. И он все время помогал. То есть вот мама прямо свое счастье схватила. Если у домового, наоборот, отобрать одежду, то он за то, чтобы ее вернуть, будет работать. Вот как раз так хорошо и получилось. И вот этот дух дома, дух обогатитель, он может использоваться во благо, может приносить пользу, может помогать, если, значит, или с ним по-хорошему, или иногда даже вот обманным путем с ним договориться, чтобы он ради чего-то старался. Причем с хорошим домовым, домовым таким покровителем-помощником и обращаются по-хорошему, собственно, все заканчивающиеся хорошо рассказы, когда им стало жалко своего любимого помощника, и они ему решили сделать подарок. Вот на это заканчивается их счастливое отношение, кроме одного случая с мельником. Большая душа. Да, вот такой дух обогатитель, дух помощник в еврейском фольклоре тоже присутствует. И вместо того, чтобы называться какими-то интересными терминами, он иногда вот в ранних источниках получает название немецкое, а потом уже позже превращается в название славянское. Это традиция, да, и как бы вот эта культура окружающих народов, низовая еврейская культура, которая не чужда, значит, низовая окружающий еврей в культуру, не чуждая самим евреям, она здесь проявляется даже в названиях. Ну и финал, да, последнее, о чем я хочу поговорить, это последний замечательный эпизод, мне ужасно понравился, в интернете в 2012 году вопрос о раввине. Можно ли построить шкаф на балконе, переделав дверь, и не будет ли проблем с демонами? Вопрос о раввине был дает человек, и ответ, можно, если оставить шкафу маленькую дырочку. Да, то есть это вот та самая традиция про строительство еврейского дома, сейчас это Израиль, сейчас это многоэтажные дома, балконы, да, вот все как есть, а традиция сохраняется, и раввин точно объясняет, как нужно поступить, чтобы демоны не имели проблем с хозяевами дома. То есть вот это вот такая любопытная шкинаская традиция, она переходит и даже в Израиль, и активно там существует. Вот я буду рада ответить на ваши вопросы. Наверное, то, что я хотела вам сегодня рассказать. Есть вопросы? Раввина легитимизирует, не забывая мифологию, это замечательный вопрос, сложно сказать. Это в целом такой вопрос народной религиозности. У евреев есть замечательное представление о том, что существует закон лоха, а есть минхак, обычай. Вот обычай, они популярны среди народов, они могут противоречить иногда галахе, но тем не менее они активно практикуются. И большая часть раввинских постановлений, она заключается в том, что если напрямую сильно-сильно противоречит какой-то конкретной галахе, очень важной, значимой, то можно оставить минхак. Потому что все равно люди будут его соблюдать, минхак очень сильно имеет корни, и если так делали родители, родственники, бабушки, дедушки и так далее, то, скорее всего, люди будут продолжать так делать. Если так верили родители, то, скорее всего, печку не снесут. Или печку снесут, но будут понимать, что что-то не то, и будут стараться как-то сделать, чтобы свести к минимуму последствия. То есть, это будет такое яркое поведение, всегда в разрез, если запретить. а тем не менее, так, на немецком там термин сверх, я могу точно посмотреть, но там в нем, буквально в нем, нету там никакого намека на ши, на шрей, ничего. Я проверяла по оригиналу, мне было ужасно интересно, потому что это перевод, наверное, шрей, немецкий, и все. К сожалению, нет там, просто коррек. А насчет легитимных традиций, действительно, вот любопытно, что раввину предпочитают разрешить, когда понимают, что запреты недействованы, чтобы не создавать преценет нарушения у нас закона. То есть, как бы, на многие вещи, низовую мифологию, или вообще там, ну, скажем, амулеты, да, тоже амулеты не приветствуются ортодоксальному лудаизму, хотя они везде есть. В Талмуде уже идет спор, можно ли носить амулет в субботу, и дальше, значит, если он три раза помог, то он не амулет, а таблетка там, как анальгин от головной боли, так вот амулет там для роженицы. Вот, и на многих амулетах написано проверено и помогло три раза. То есть, вот прямо у них с рамы начала, чтобы избежать конфликта такого прямого отсутствия конфликта с головой. Тем не менее, большого одобрения нету, и вот эти пути амореев, значит, язычники, которые там, так практикуют, там, петуха и курицу режут на пороге дома, мы так делать не будем, но вообще можно и сделать. Ну, лучше, конечно, афертуру занести, но вот можно и петуха. Такой вот, вообще нельзя, но вот тут, в данном случае, вот такая-таки хорошо и опасность, что можно лучше как-то с этим работать. почему рассвет магнических практик произошел в XVII веке под конец. Ну, тут сложно сказать. Во-первых, распространилась активно книгопечатание, и вот просто я читала одно исследование, очень интересное, книги заговоров и заклинаний печатались очень-очень много в XVIII веке, потому что вот стало много типографий свободных еврейских, пока еще безцензурных, и они с такой же скоростью печатали псалмы и сифреи с Гулат и Фуот, книги заговоров и заклинаний. Появляется в 1701 году в Амстердаме Сефер Резиэля, Малах книга Ангела Резиэля, таинственная магическая книга, которая претендует на то, что ее записала Адам в раю, и Архангела Резиэля ему наветовал, но есть прообразы ее, там в VI веке есть книга Сефер Резиэля, книга Тайм, она переписывается в Средние века, но она не она, а в Сефер Резиэля Малах уже встречается много всяких актуальных ашкеназских представлений магических формул, изображений, картинок, которые были очень-очень популярны весь 18-19 века, и до сих пор мы можем видеть их изображения на амулетах. И это вот такой вот расцвет магических практик. Большая часть дошедших до нас бумажных амулетов, старых, она датируется в 18 веке. То ли раньше не сохранялась бумага, то ли их и не было, сложно сказать. Мы знаем амулеты металлические, амулеты пилининные, первых веков нашей эры. Большой-большой пробел, и вот в коллекциях музеев, коллекционеров, самые ранние амулеты, это 18 век, печатные и рукописные амулеты. В рукописях немножко больше амулетов, 16 века, но там они в составе больших-больших рукописей, не как амулеты, это как некоторые тексты. А вот как практика, такая магическая, на бумажках амулетов, амулетов, это 18 век. Сложно сказать, возможно, это как бы развитие еврейской вообще народной традиции, попадание ее в высокую культуру, какую-то возможность ее отследить, потому что до этого она просто не попадала в путь зрения исследователя. Что-нибудь здесь? Спасибо. Вот, спасибо вам большое. Да, надеюсь, вам было полезно и интересно. Мне было тоже очень интересно общаться, хотя бы немножко по-моему, 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 спасибо вам. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok